Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиран Иван, а это мой канал Мистер Кэт. И сегодня мы с вами найдем 9 амулетов божеств для того, чтобы построить в вашем поместье вот такие вот святилища. Я хочу напомнить, что сложнее всего строить святилища, потому что для каждого святилища нужен свой амулет. Да и плюс, на сложность выживания только дома, только в вашем поместье, они теперь будут бесплатны. Везде они будут стоить по 100 золотых. Поехали! Вот, например, Вайтран. Вот, чтобы получить благословение в этом святилище, требуется пожертвование в 100. Золотые, друзья, в 100. Это на сложность выживания. Так, друзья, ну что ж, мы начнем наше путешествие. Перевал Странника. Он находится недалеко от Винтерхолда. Вот он. Здесь есть у нас какой-то педестал. И вот святилище Аркея, которое дает нам в активных талантах увеличение здоровья на 25 пунктов. И вот тот самый амулет Аркея. Если мы зайдем и посмотрим, амулет Аркея это увеличение здоровья еще на 10 пунктов. Ну, на постоянной основе. А святилище на 8 часов только добавляет плюс. Тут есть еще череп Древнего Путешественника. Он уникальный, друзья. И, боже, кто же это может быть? Ладно. Поехали в следующее святилище. Следующее святилище и амулет находятся недалеко от Рифтона, друзья. Вот Рифтон. И вот где наше святилище. И амулет. Амулет Зенитара. И святилище Зенитара, которое добавляет нам активный эффект. Это цены выгоднее на 10%. А амулет. Цены выгоднее на 10%. То есть у нас на 20%. И тоже какой-то скелет. Следующий амулет вы можете найти. Вот зал дозорных. И после того, как вы переходите на 10 уровень, он будет разрушен. И у дозорных вы можете как раз-то и забрать тот самый амулет Стендара. Вы блокируете щитом на 10% больше урона. Только здесь он нашел. Не знаю, если есть какие-то другие места, то пишите, друзья, в комментариях. Амулет Мары, друзья, вы можете найти недалеко от Донстара. Вот у нас Донстарское убежище. И вот немножечко дальше здесь есть какой-то шалашик. Пара обуви, цветы, напитки. Тут, наверное, любовнички, да? И вот амулет Мары, друзья, тут просто лежит. Зайдем в одежду. Заклинание восстановления расходует на 10% меньше магии. Вот так-то. А вот здесь, друзья, вы найдете амулет Акатоша. Смотрите, неприметное убежище, Винтерхолд. И нам нужно вот сюда нырнуть. И в конце. В самом конце этой локации, друзья, вы найдете вот такой вот огромный сундук. И здесь постоянно лежит амулет Акатоша, который нам и нужен. Магия восстанавливается на 25% быстрее. Для того, чтобы получить амулет Талоса, вы должны прийти в Солитью, друзья, и найти вот эту вот девочку. И нам нужно взять у нее квест. Мне очень жаль насчет твоего дяди. Спасибо. Папа иногда о нем говорит. А мама все время молчит после смерти дяди Рогвера. Она даже в храм больше не ходит. Но лучше бы ходила. Там хотя бы есть люди, с кем она могла бы поговорить. Это именно тот дядя, которого казнят, когда мы только-только сюда приходим. Ну, вы помните, да? Может, я смогу ее убедить? Тебе не сложно? Здорово! Тогда займись этим сейчас же! Вот. Теперь, друзья, смотрите. Бежая рыба! Теперь нам нужно отправиться вот сюда. Для того, чтобы этот амулет нам достался. В катакомбы заходим. Здесь, с левой стороны, сразу есть вот такой вот ящик. Заходим, это гроб. И тот самый амулет Талоса. Забираем. И только теперь идем, разговариваем с ее мамой. Она находится здесь недалеко. Немножечко оббежать. И вот сюда. Слышите? Это скелет. Нужно что-то? Грета. Хочешь поговорить о моем брате? Думаешь, его казнили по справедливости? Привет. С Варри просила меня поговорить с тобой. Да что, ты правда? Да. Значит, я с ней поговорю. Она хочет, чтобы ты вернулась в храм. Эх, если бы все было так просто. А впрочем, послушай, я хочу вернуться. Но мне нужен предмет, каким-то образом связанный с Талосом. Мой брат Рогвер носил такой символ. Он прятал его под одеждой. Если бы символ был у меня, я не могу подойти к телу брата. Ты сможешь принести мне символ? Да. Вот он. Но почему ты... Впрочем, наверное, это знак. Я вернусь в храм. Вот, возьми. Это тебе за труды. И, друзья, когда мы выполняем этот квест, мы как бы, как бы должны отдать. Но мы его не отдаем, и он остается у нас. Время между криками снижено на 20%. Хочу напомнить, что все амулеты вы можете найти чисто случайным образом. Но то, что я покажу, это вернее. И остальные амулеты, которые остались, вы можете найти в сияющей одежде. Здесь будет небольшой квест. Вам дадут одежду и попросят... Попросят просто пойти в синий дворец и показать ее. После этого ее одобрят, вы придете и сможете здесь торговать. Какая удача. Посмотрим, что мы можем найти для тебя. Вот одежда. И смотрите. Амулеты Акатоша. Амулеты Кинорет. Но понимаете, в чем тут хитрость? У нее амулеты постоянно обновляются. И таким образом, все то, что я вам показал, теряет смысл. Почему? Потому что здесь вы можете найти все. Все амулеты, друзья. Все, все, все. Я просто хотел показать видео, где они лежат. Но таким вот хитрым образом вы можете у нее. Вы можете просто ждать два дня. И амулеты будут постоянно по-разному меняться. Ну, или можете сделать кое-какую хитрость. Для этого вам всего лишь нужно достать любое оружие. Сохраниться, друзья. Ударить ее и заново загрузиться. После этого у нее инвентарь обновится. Заходим в одежду и смотрим уже амулет Мары и амулет Аркея. Сохраняемся. Бьем, загружаемся. И теперь тут будут другие амулеты. Амулет Дебеллы. Сейчас только амулет Дебеллы. Ну, таким образом вы чередуете все, 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 все амулеты. Да, это такой хитрый способ. Я оставил в самую, в самую. В самом конце, друзья. Так что... Просто другие амулеты просто так не найти. Если вы знаете, где другие амулеты есть, то напишите в комментариях. Мне будет интересно. Очень интересно почитать. Так что вот так вот. Ладненько. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь, друзья. Также заходите в мою группу ВК. Все. Всем пока. Счастья, здоровья. Пока.